да точно это сливали на зиму я включил насос вот этот шланг сразу слетел или полилась там снизу рядом с колесом вот оказывается что ну я думаю что это просто хомутики раскручивались в свое время вода вообще вот отсюда подается с этого шланга это походу выход с бойлера что так на пробу еще раз где-то она булькает там я пока выключил посмотрю ну вроде уже не льется так тут микрик по ходу не работает я слышу пока на щелкает там забулькала там на улице где я не понимаю где булькает вот там там булькает в туалете душ сломал упался сломался ты все прям пишешь что паузу хоть делай все это скучно смотреть заполнялась пошла вода сейчас тоже наполнит так наполняет там воздуха на целая куча системе да вот он здесь придет ну не на не сломался выскочил блин нифига себе он громадина какой а машина там еще внизу а прицепта стремится жопой вверх поэтому пришлось это кронштейн срезать и антенну снимать но процесс идет мы уже в боксе практически уже на снижение пошли так это назовем так ну начало положено вагончик загнали в гараж пришлось открутить антенна полностью там она легко крепится провод выдергивается на крышу все через резиночку соединяется вот и сейчас я пробую разбирать вот эту часть мне надо закладную там отремонтировать у нас он был ударен вот этим углом вот и надо его восстановить перед дорогами вообще он древний просто на самом деле поэтому надо ремонтировать и пробовать путешествовать чуть-чуть так буду писать видосы процесса здесь я раскрутил длинные саморезы фрагментом дабы морду отцепить чтобы мне была возможность доступа к этой части какой-то тот огнилую дспшку вытащил пока что и выкидывать печку на 1 сразу самопальная какая-то на раке местом манера была подложена так дальше что вот эту часть сейчас надо будет отцепить она держится на скрепке вот в принципе да и здесь у нас деревяшки заложено да вот морду мы отцепляем наверное вам ее может быть все таки не полениться снять полностью так начал разбирать диваны понимаю значит что короче решил попробовать демонтировать вот эти решетки оказывается что они здесь просто на гвоздиках на скобочках на таких держится просто в колочены так дальше снял вот этот молдинг снял крышку здесь приклеена на такой суперский клей тянуть тенющийся наверно распечатать на 3d принтере такие распорочки которые потихонечку загонять туда пластиковая она будет стоять отклеиваться дальше вот здесь вот отклеивается вот эта часть и здесь я вижу уже большие ржавые саморезы вот они которые несущие и не из нержавейки это херово такой ширины то есть пенопласт фанера снизу фанера и здесь вот так на папа доска поставлена под фанерой вот здесь вот так здесь она сгнила и исчезла а дальше идет уже крепкая здесь где-то на будет обрезаться и вкорячивать сюда новую доску здесь ее крепить например жестко подшивать но еще поковыряю ножом вот это вот и может быть она раз здесь саморез тоже такого в таком состоянии возможно что ее надо менять целиком эту часть доску и дальше тоже по салону цель для того чтобы отремонтировать вот этот угол мне надо чтоб стена сюда прилегла на штатное место что когда сюда прилегает на штатное место у меня морда вагончика она выпирает и встает в нужное положение вот а сейчас получается раз стена у нас сюда отъехала то передок там соответственно на это расстояние втянулся то есть надо его сюда вот так вставить тогда он мордой туда отыграет как надо вот такая тема интересный процесс мне пока нравится так себе для понимания значит это пол здесь должна быть доска сейчас наверно да спушку включить да вот пол здесь доска вставлена между фанерами и вот она у нас дальше идет доска вот это вот дальше к ней примыкает фанера вот это вот фанера вот слои которая является является стеной да вот она тоненькая дальше идет ее видно это стена вагончика стеновая панель дальше идет доска которая крепится получается надо состав стены быстрее же пенопласт стены получается да обшит фанерой которая вот там дальше идет пенопласт потом идет алюминий наружный обложка это все здесь снизу подшито доской еще одной то есть фанера салона должна заходить на доску сюда так получается что саморез если вкручивать допустим идем через алюминий потом через доску потом через стеновую фанеру потом через доску которая в полу и такой сэндвич получается бутербродик а еще у нас здесь стыковалась доска вот это декоративная с наклоном у нас занимает я очень сейчас пока пойму какую нишу она занимает в этом всем в чем эту выкрашить потом выкрашить ту которая в полу вставить в пол вклеить потом вклеить эту доску сюда вот фанеру посушить которая фанера сгнила уже на района салона аккуратно обрезать и вклеить к петопласту свежую фанеру в общем такой процесса ну понятный доступный но в плане времени такой ювелирный вот столько я вытрясать сюда шлака всякого получается до пенопласта до ковырялся вот здесь внутренняя закладная под фанерой она вроде еще ничего в тело саморезы вкручиваются тянут вот деревяшку эту под замену однозначно все начисто вычистить высушить обезжирить на погуглить чем клеит пенопласт вот здесь мне надо будет вырезать такую вот фанерку такой формы и вложить ее внутрь протыкать отверткой может быть стоит и если что подрезать аккуратно и вклеить сюда новые фрагменты фанеры свежий вот не знаю как сохранить обои внизу пока не буду так сильно заморачиваться вставлю деревьяху вклею саморезами фанеру пока не буду пробовать короче с одной стороны здорово что все из деревяшек с другой стороны хреново что все деревяшек но надо отдать должность 95 это ему 30 с хреном лет до 95 2005 2015 2025 это 30 лет ему будет наверняка с ним практически никто ничего не делал так ну начинаю немножко выводить форму здесь вот еще надо будет этот угол когда сделается и вот его прижимаю здесь по форме как он должен быть и вот у нас губа вперед выходит то есть на сначала закладные потом втянуть туда здесь она встанет на место но пока я там занимаюсь закладной вверх в принципе я могу обклеивать так в этом углу мы имеем вот такой вот проникновение я здесь получается выбрал дерево которое на остатки до пенопласта снизу до пенопласта сверху вот тут пошла нормальная несущая рейка то есть нам будет еще немножко вскрыть здесь состыковать рейку новую вклеить ее туда к алюминию и к пенопласту вот и и зашить новый фанеркой здесь кусочком вот эта досочка получается отсюда она у нас шагала в плане гниения превращение в труху вот отсюда туда вот насколько она смогла проникнуть вот настолько проникла здесь я уже сегодня вырезал вытащил эту часть да сейчас протестируется в завтрашнего дня клей полиуретановый которым буду это клей все поскольку нет времени ждать уже поэтому будем исходить из того что есть пока что просто это герметик или склеит он посмотрю ну описано что по вулканизируется за счет влаги которая содержится так подгоняем деревяшечку в принципе все срастается как надо все сейчас аня вырезала из картона заготовку который мы будем накладывать на фанеру обводить вырезать подгонять и туда внедрять новый фрагмент так ну какие-то промежуточные вот пример очки пока идут там новая дощечка новая дощечка новая фанерка подгоняются сейчас размер здесь у нас будет новая фанерка она будет обрезаться сюда тоже вставляется новая дощечка здесь на пазик стыкуется склеим все это вот так вот склеивается между собой фанерку остатки убираю это у нас уже новая фанерка сюда на подходе идет внутри она перекроется где-то вот до этого уровня когда подгоню остальные части здесь отчерчу линию и вырежу уже под стык причем я там придумал такую многоходовку что несущая которая здесь деревяшка будет закладываться чуть выше закреплю еще одну на которую на которой сошью стыки фанеры между собой чтобы они не играли и были закреплены значит здесь заготовлена заготовочка здесь у нас вклеен сейчас попробую показать здесь у нас вклеен уже вот этот угол собран весь и осталось только поролончика сюда пенопластика накидать и зашить нижним слоем фанеры отсюда это у нас здесь вот так клей герметик сохнет вот уже можно возить баллон с газом алюмишкой все это еще закроется и все это ключок сюда ставится сеточка со стороны улицы я думаю хотя можно и внутри на случай если газ будет протекать где-то чтобы было чтобы была нормальная топливо на воздушная смесь для детонации так ну вот этот угол уже поставлен на место я его собрал и затянул уже к несущей конструкции теперь надо вот это вот клеить это здесь надо еще ободрать вот саморезы пришлось брать силовые из нержавейки мощные они закручены насквозь с герметиком сюда здесь я их концы типа срезают знаю видно не видно да дерево тут новое заложено вот так что должно все держаться добротненько здесь я пока не могу деревях у поставить так же как из-за этой деревьяхе я не могу подшить пока низ потому что она одно за другим одно за другое цепляется фанеры не закрыть пока здесь вот это несущая стены не встанет западная и и я не поставлю пока не поломаю вот здесь вот голову здесь я уже брус выбрал до пенопласта фанера тут намокла то есть когда мы пробовали толкать воду здесь шланг протекал потом мы все это оставили и вот эту вот части фанеры стеновой мне вот здесь уже жесткая идет все а вот эта часть разбухла размокла обвалилась ее надо мне восстановить эта часть у меня закончена за силиконе на за эти полиуретаном залито в общем она сохнет до эстетика конечно не айс и здесь вот шовчик надо будет еще задуть жесткий двигается монолитом вместе со стеной ну в плане фанеры слои между собой фанеры не двигаются отдельно не монолитная туда заложил внутрь вложил квадратик фанеры из заклеил его на каучуковый клей вот поэтому монолитная конструкция случилась здесь я протыкал отверткой где тыкается потом перестает тыкаться то есть тут у нас фанера нормальная и здесь я опять по новым под бойлерам под розеткой проткнул таки сейчас я наверное буду отбивать по вот эту вот розетку водорозетку и прям так вот и срезать наверное чем мелочиться наверное весь уровень буду срезать если что то выберу пенопласт и положу туда еще одну закладную речку как вот здесь под розетку только вот так дальше целиковую чтобы фанеру можно было ну стену состыковать с тем в той вставкой которая вставлю не знаю может повторяться буду здесь у меня пошла зачистка потихонечку и выведение плоскости так чтобы у нас дуга это как-то писалось более менее ставил фанеру которая подвязана к стене вот она здесь собрана на я покажу сейчас здесь у нас уже речка свежая стоит вот гнилушка вся вырезана вкорячина свежая сохнет нашел интересный вариант пена которая сильно не расширяется клей пена вот и и использую это прям очень шикарно чтобы задуть все эти полости скрытые чтоб там конденсат не конденсировался здесь конечно ущерб эстетики но это самая главная цель достигнута тут понятно эту дугу обрежу фанерку по рамке и она к стене все это прижмется да здесь вот я на скобки собрал пока что не все скобки вбились как положено выглядит стриптизно потом когда клей высохнет можно будет часть скобок выдернуть вообще они здесь будут не нужны а можно будет после высыхания клея скобки выдернуть вообще в принципе и посадить просто вот в эту направляющую получается какой-нибудь алюминиевый профиле чик и его саморезами сюда спокойно в свежее дерево засверлил засверливаться и там и красивый молдинг какой-нибудь сюда забубенить вот так вот на стыке да и все вот здесь я тоже эту пену немножко если как раз пробно экспериментировал первый раз здесь можно подпенить будет еще так здесь у нас что у нас здесь у нас сохнет тоже подпенена сюда я еще не изготовил фанерку значит тут у нас заклейка идет здесь уже просматривается видно работу которая уже выполнена какой-то результат низ еще не делал вот эту часть здесь у меня по прошлом видео было понятно что пол стена как будто бы села вниз потому что закладную вытащил менял и мне нужно было совместить это все дело обратно я положил деревьяху и надавил домкратом туда кирпич для подстраховки сунул он туда залез а значит и у меня деревяшки сошлись все вот они сейчас уровень стоят в принципе так не видно потому что ну фанерку то на срезать вот дальше что здесь мне пришлось такую коромыслу сделать уперся я в стену как металл когда металлоконструкциями занимаются сводят между собой листы вилку такую по сути это такая же вилка получилось я нижней лапкой давлю в стену вверх а верхней лапкой давлю в пол вниз тем самым их стягивая вот но это деревяшка помогает мне немножко через рычаг подыграть это дело еще относительно стены пол поджимать но они сходятся и саморезы я туда вгоняю тело в тело брусок в брусок с предварительной за сверловкой вот так что наверно должно все держаться но перед предварительной герметиком обмазал вот должно должно склеиться потом оставлю постоять ходить не буду внутри чтобы это кокон этот весь засох за высох здесь все все здесь все есть тоже все вот здесь еще брат пенить надо стык там надо будет еще гидроизоляцию такую сделать на случай если вода здесь прольется чтобы она не затекала там хранилась тут на линолеуме шовным герметиком или чем-то перекрыть все сюда я бы наверно сделал бы пластиковый поддончик какой-нибудь с бортами высокими и все если войда будет где-то подкапывать протекать то я увижу это на поддончике с поддончиком можно вообще слив вот сюда организовать штатный случай если что-то протекает так поставлен на место лючок продолжается обклейка здесь тоже уже закончена будет час устанавливаться на место более вместо поставлена сеточка вот дивана еще собран ну как собраны в смысле деревяшки вот эта часть уже на местах а здесь еще направляшка не поставлена потому что бойлер надо ставить так ну и себе тоже на память здесь я скатал колбаску старого герметика которая как замазка ее по периметру расположил и втянул и подсиликонил прозрачным силиконом по наружной части эту часть я собирал на шовный герметик который для строек для девятиэтажек такой в кишке как колбаса намазывал лопаткой не знал что для них есть специальный тюбик тюбик еще не купил поэтому ну как есть здесь тоже такой же строительный для девятин герметик помазан лопаткой обезжирена все и втянута саморезами снаружи также просили коню попробую это маркером решил подкрасить саморезы хоть они из нержавейки но краска тоже защищает наверное не знаю фанатичных подошел здесь я обклеил фольгой низ тут тоже кстати этим алюминиевым скотчем было обклеено кусочек низа до цель чтобы дерево отслоить дополнительно еще хотя там все морилкой покрытой и клеем покрыто здесь я решил использовать попробовать бутилка учуковую ленту для монтажа и посадить на нее решил попробую также просили коню вокруг после того как все это сядет на место и втянется бутилка учуковую ленту вроде как не используют в строительстве домов таких потому что на солнышке она потом вот так течет это делал не я это мне досталось по наследству как говорит чуть не убился на хэм вот но эту часть и потом тоже будут разбирать потому что тут старый какой-то герметик и он уже такой себе состояние ци его где-то треснул высох где-то может это подмазывали просто но не течет по крыше ничего просто это может там саморезы дополнительные втягивали хрен их знает вот ну в общем такая вот миссия у меня здесь горячить на бутилку учуковую ленту вот здесь вот она уже внутри обклеена и потихонечку плоскости выгоняю здесь у нас получился вот такой бутербродик с пенопластом осталось только вот это вот шовным герметиком пройти пенку подснять шовным герметиком пройти вот эту болт срезать заподлицо загерметизировать и потом можно лапу ставить монолит прям вообще прям кайф мне нравится ну еще конечно на съездить отдохнуть на нем чтобы понять заходит нам такой отдых или нет так пошла примерка холодоса здесь есть таких панелей собрал ну такая тумба временная может быть будет пока просто не нашел другого материала спасибо юри зотову дикобраз они подогнали мне эти кусочки вот потом что еще аккумулятор поставил подсоединил вот и не показывает у меня здесь вольтметр мне нравится работает вроде а вот метр не показывает хочу видеть сколько вольт а это на камеру показалось так что там сверкнула что это обмотки отражая сейчас включил от электричество он работает от газа и от автомобильного аккумулятора вот пока включила 220 от сети хочу попробовать посмотреть будет ли он морозить вообще вроде я ездил то зимой совсем и в на улице было прохладно холодно даже и проверить как бы полноценно я не мог сейчас тепловизором посмотрю мне кажется что оно начало холодить а это после ремонта остался магазинский так батька заехал у нас тут это строительный контроль проверка перед стартом все ли у нас исправно работает функционирует до кофе питье точно света добавим вспомнил вот и вот эти у меня были отчего отчет полочки я не помню откуда полочки какие-то и вот такими кто-то отдавал вроде кто-то какой-то мебели там были такие как раз штуковинки сделал так первый день сегодня тёмыч в афиге вообще до этим он сделал нормально лицо человека